Воздушный мост между Самарой и Стамбулом Из Самары в Стамбул теперь можно долететь без пересадок. Первый прямой рейс между городами сегодня ночью встречали в аэропорту Куромыч. Регулярное сообщение между Самарой и Стамбулом наладил турецкий лоукостер, а значит цены на билеты обещают быть демократичными. Валерия Макарова провела бессонную ночь в Куромыче и познакомилась с пассажирами исторического рейса. Этот самолет прилетел к нам прямо из Стамбула. Там сейчас плюс 10, а у нас в Куромыче минус 5 и очень холодный ветер. На самом деле момент исторический, ведь это первый прямой рейс, который свяжет Самару и Стамбул. Посадка начнется чуть меньше, чем через час, плюс 4 часа в небе, и пассажиры окажутся в Турции. Этим рейсом из холодной Самары в Стамбул улетает 130 пассажиров. Мы на самом деле уже не первый раз летим в Стамбул. Нас как бы тянет туда еще не один раз, я думаю, вернуться получится. И мы очень рады, что сегодня у нас прямые рейсы открываются из Самары. И все-таки реклам наш развивается. Путешественников привлекают не только красоты Стамбула. Его аэропорт по количеству обслуженных пассажиров входит в тройку среди европейских и занимает 11 место в мире. Это аэропорт Хаб. Он используется как пункт пересадки и имеет высокий процент стыковочных рейсов, что открывает самарцам большие возможности для путешествий. Причем турецкий лоу-костер станет не единственным перевозчиком в направлении Самара-Стамбул. Мы ожидаем, что следующий будет официальный турецкий перевозчик Turkish Airlines. Потом за ними должны пойти Pegas Flight, тоже в направлении на Стамбул. И на регулярной основе ожидаем Анталию с авиакомпанией Anur Air. Прежде у Самары не было регулярного авиасообщения с Турцией. Летали чартерные рейсы, попасть на которые можно только через туроператора. С приходом нескольких авиакомпаний улететь будет проще и дешевле. А значит Турция станет ближе. Валерия Макарова, Артем Слайманов, События. Молодежь против экстремизма. В Самаре прошел областной форум общественности с участием школьников, студентов и рабочих. На форуме выступили известные государственные общественные деятели, которые рассказали молодым людям, что может стоять за, на первый взгляд, безобидным участием в сомнительных акциях. Олег Зверев тоже выслушал мнение. В зале более 2,5 тысяч человек, в основном молодежь, школьники, студенты, рабочие. Форум общественности Самарской области, экстремизму нет. Мнение высказывают представители власти, студенческих организаций, руководители образовательных учреждений. Герой России Владимир Шаманов сегодня представляет Самарский регион в Государственной Думе. Он вспоминает, как в 80-е годы именно с экстремистских выступлений начался распад Советского Союза. Люди моего поколения помнят, как националисты громили МВД в городе Кишиневе. Какие волнения происходили в Ферганской долине, события в Пильнюсе и других странах Балтии, когда реально подменялись ценности. К чему приводит экстремизм в наши дни, видно по событиям на Украине. Самая богатая Республика Союза оказалась отброшенной на уровень африканских стран. Подобные выступления пытаются организовать и в России, причем идеологи распада страны в качестве основной ударной силы пытаются привлечь именно школьников и студентов через интернет, которые зачастую приходят на митинг и не понимая, что происходит. Важно объяснить каждому, что последствия могут быть необратимыми. Я обращаюсь к старшеклассникам и студентам от имени ваших родителей. Мы в свое время пережили раздал великой страны и хотим, чтобы вы никогда не узнали, что это такое. Вы все тоже скоро будете мамами и отцами. Так спросите себя и своих друзей. Хотите вы вместе со своими будущими детьми стать беженцами, лишиться права на мирную жизнь? Нам, молодежи, не покутись экстремизмом. Мы должны показать, что у нас гораздо больше, что мы готовы делить ответственность с государством. И экстремизм у нас не пройдет. Сегодня, когда на смену лихим 90-м годам пришло время созидания, оказалось немало тех, кто вставляет палки в колеса развития страны, в том числе и в Самарской области. Сейчас снова строится школа, развиваются вузы, открываются новые производства. Уже через год регион будет принимать всемирный спортивный праздник. Для каждого молодого человека важно делать выводы, от которых зависит будущее страны. А будущее – это будет. Поэтому я хотел вам пожелать счастливого будущего. Но оно может быть только тогда, когда мы будем думать, когда мы не на эмоциях, не эмоциями будем руководствоваться, а когда мы будем руководствоваться трезвым умом, глубоким анализом. Из принципа народного – 7 раз отмерить, но один раз отмерить. Судя по настроениям в зале, было видно, что большинство молодых людей понимают, что лишние проблемы стране точно не нужны и от участия в сомнительных акциях отказываются. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. В Самарской области сейчас более 3000 обманутых дольщиков, 58 незавершенных проблемных строек, из них 38 в Самаре. Сейчас при Федеральном агентстве ипотечного жилищного кредитования создается специальный фонд, который будет предотвращать появление новых обманутых дольщиков. Поможет ли он решить многолетнюю проблему, сегодня обсуждали за круглым столом в общественной палате Самарской области. Историю обманутых дольщиков записал Сергей Кизоркин. Тамара Матускова в 2007 году купила квартиру за 1 миллион 700 тысяч рублей в строящиеся многоэтажки. Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. За 10 лет в кресле директора строительной компании побывало 3 человека, заводили уголовное дело. Ущерб обманутым дольщикам составил 254 миллиона рублей. Руководитель фирмы за мошенничество теперь находится в колонии, а семья Матусковых по-прежнему в старой квартире. Это ненормальные сроки, ненормальные суммы. Если человек у нас украл буханку хлеба, ему дают 8 лет. А если у нас 254 миллиона украли, люди и без квартир, и без денег, и мошеннику 3 года. У всех есть, да, подумать над этим. В Тольятти ситуация еще сложнее. Как пример, многоэтажка на 350 квартир, где Светлана Акманцева купила жилье. Компания строит ее непобедными темпами уже 15 лет. Последние 4 года работы на объекте и вовсе не ведутся. Многие обманутые дольщики за это время стали пенсионерами. Некоторые вложили в новостройку все, что у них было. Мы сейчас даже не сможем собрать деньги на доплату. Мы уже отказались от чистовой отделки, как было предусмотрено в договоре. Поэтому у нас единственная надежда на помощь властей, государства. Выяснить ситуацию и расставить все точки над «и» с нарушениями в строительном бизнесе региона сегодня попытались в общественной палате Самарской области. За круглым столом собрались обманутые дольщики, крупные застройщики, департамент строительства Самары, прокуратура и общественники. Пока имеется хотя бы один объект, по которому не решена проблема, ситуация все равно острой. Это люди, которые вложили свои средства, которые не получили жилье. Есть общие принципы, по которым необходимо решать эту проблему. И то, что власть, если она заинтересована в решении этой проблемы, это уже положительный тренд. А дальше сами направления решения этой проблемы согласовываются и выполняются. Предотвратить появление новых обманутых дольщиков поможет специальный фонд при Федеральном агентстве ипотечного жилищного кредитования. С этого года застройщики станут отчислять в него по одному проценту от стоимости своих объектов. Это позволит создать финансовую подушку безопасности для дольщиков. Новая структура должна взять на себя обязательства по предоставлению квартир участникам строительства. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. И если не хочешь торговать легально, будь добр, заплати штраф. В Кубышском районе Самара прошел рейд, в котором выявляли лоточников, торгующих без разрешения. После таких проверок, проходящих каждую неделю, в администрацию попадают десятки дел. У незаконных прилавков приценивался и Андрей Горгуленко. Увидев камеру и полицейских, продавщица бросает товар и прячется за машиной. Однако от штрафа уже не убежать. Следуя ее примеру, скрыться пытаются и другие продавцы. За собой оставляют палатки с товаром, в спешке закрывают багажники своих торговых точек. Остальные смиренно берут протоколы и обещают бизнес свой узаконить. Именно в администрацию мы не спрашивали, а так, спрашивали у людей-то? Ну, может быть, надо непосредственно в администрацию обратиться, сказать, ну вот я хочу торговать, дайте мне разрешение. Ну, прошу, обратимся. Торговцы, которые порой не имеют ни санитарных книжек, ни сертификатов на товар, жителям создают неудобства. После себя оставляют мусор, торгуют прямо на тротуаре. Киоски поставлены вдоль тротуара, да мало того, каждый выставляет товар на тротуар. Проход, конечно, мешает, а людей-то много ходит. Администрация района предлагает не накапливать штрафы, а зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключить договор с ярмарками Самары. Нужно становиться либо индивидуальными предпринимателями, либо юридическими лицами. Только в этом случае можно торговать. Ну и, соответственно, торговать нужно, соблюдая все правила, имея санитарную книжку, имея сертификаты на продукты, которыми они торгуют. Во время каждого рейда выписываются десятки штрафов – от полутора до четырех тысяч рублей. Дела всех пойманных нарушителей рассмотрит районная административная комиссия. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Для уборки Самары городские власти закупят дополнительную технику на сто миллионов рублей. Когда машина поступит в распоряжение коммунальщиков, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть все дорожает и дорожает. Цена барреля марки Brent преодолела отметку в 52 доллара. Американская валюта обновила минимум к рублю впервые с июля 2015 года. Курс на 31 марта. Доллар 56 рублей 37 копеек, евро 60 рублей 59 копеек. Золото стоит 2297 рублей, серебро 33 рубля 24 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 56 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 26 копеек. Россия уменьшила добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. До конца апреля этот показатель планируют довести до 300 тысяч. Автоваз планирует экспортировать до 20% производимых машин. Такого показателя хотят достичь в течение пяти лет. А в Самаре для уборки города закупят новую технику на 100 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте профильного департамента. Машины должны поступить в распоряжение коммунальщиков в начале июня. На этом все. Удачи в делах. Куда уходят деньги? В городской доме приняли поправки в главный финансовый документ Самары. Такая необходимость возникла по двум причинам. В казну пришли деньги из вышестоящих бюджетов. И город планирует взять кредит на решение социально значимых вопросов. На что именно пойдут эти средства, узнала Марина Матвейшина. На решение важных вопросов в городскую казну поступили деньги из вышестоящих бюджетов. Почти 61 миллион рублей. Значительную часть депутаты Гордумы решают направить на капитальный ремонт домов. И обновление дворов и проездов к ним. Остальные деньги на реставрацию объектов историко-культурного наследия расположены вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волга. В ходе обсуждения поправок в бюджет депутаты предлагают 13 миллионов запланированных на финансирование работы Гордумы перенаправить в общественные советы микрорайонов. По итогам 2016 года можно говорить о наметившейся тенденции к снижению количества обращений поступивших в вышестоящие органы власти и перераспределении обращений граждан в сторону самого близкого людям районного уровня власти. Депутаты одобряют предложение взять кредит 1 миллиард 300 миллионов рублей на финансирование социально значимых направлений. Среди них капремонт школ, повышение зарплаты педагогам дополнительного образования, приобретение спецтехники, переселение горожан из ветхого и аварийного жилья и подготовка города к чемпионату мира по футболу. В преддверии масштабного дорожного строительства в этом году глава города предлагает обсудить, как будет организован трафик на самарских дорогах и карту альтернативных путей объезда. Потому что проблемы есть, но отказываться нам от реконструкции дорог, реконструкции моста совершенно смысла никакого нет. Надо воспользоваться подготовкой к ЧМ-2018 и коли пришли деньги, мы должны их очень эффективно, рационально, грамотно использовать. Параллельно объясняя людям, что эти неудобства, с которыми мы столкнемся, они временные и нам нужно сообщать, просто их как-то пережить и претерпеть. Олег Фурсов взручается поддержкой депутатов и в предстоящей генеральной уборке города после зимы. Народные избранники обещают выйти на субботник и сподвигнуть на это благородное дело жителей своих микрорайонов. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. На Лукованце. Более полумиллиона рублей получила региональный бюджет от иностранных граждан, имеющих разрешение на работу. Управление по вопросам миграции подвело итоги деятельности. В этом году за патентами обратились уже более 6 тысяч человек. Теперь трудовым мигрантам предстоит пройти медобследование, сдать экзамены и получить страховку. О том, сколько стоит работать в России, репортаж Алины Чемерис. Платить, чтобы работать. В регионе более 6 тысяч мигрантов с начала года подали заявки на получение патента. Этот документ обязаны оформить все иностранные граждане, которые собираются трудиться на территории России. За право работать в стране мигранты обязаны каждый месяц авансом платить 3100 рублей. Таков закон. Более того, каждый из них должен получить страховку, сдать экзамен на знание русского языка, пройти медицинское обследование. Теперь все документы можно получить в одном месте, не выходя из миграционного центра. В первую очередь такая система позволяет как можно скорее выявить иностранных граждан с ВИЧ и туберкулезом и запретить им работать в стране. На сегодняшний день показатель выявляемости очень высокий. То есть концепция, на наш взгляд, задана достаточно верная, способствующая как максимальной легализации иностранных граждан на территории субъекта, так и пресечении каких-то особо опасных заболеваний. Более того, иностранные граждане, пребывая на территории миграционного центра, в обязательном порядке проходят дактилоскопическую регистрацию, фотографирование. Кроме жителей ближнего зарубежья, работать в России стремятся и граждане Китая, Европы и Турции. Правда, уже не строителями, а специалистами. Их трудоустраивают только в том случае, если от этого не страдают интересы россиян. И квоты в том числе распределяются таким образом, чтобы приоритет в распределении подобных профессий относился к категории граждан России. Это является обязательным условием. Из всех иностранных граждан, которые сейчас находятся в Самарской области, трудовых мигрантов больше половины. Ежегодно их количество варьируется от 80 до 110 тысяч человек. Но пока мигранты заняты оформлением документов, чтобы работать в России, жители региона делают загранпаспорта. За три месяца их получили уже около 8 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за тот же период 2016-го. Но с потоком желающих выехать за рубеж миграционное ведомство справляется легко. Наше управление готово обработать все это, готово оказать всем эту услугу. Очередей мы каких-либо по этому поводу не прогнозируем. Мы увеличили количество окон приема и сделали акцент на портал госуслуг обращения в электронном виде. То есть все у нас как бы мы к этому моменту готовы. Сотрудники миграционного ведомства призывают жителей активнее пользоваться онлайн-сервисами. Из 180 тысяч услуг, которые были оказаны в этом году, через федеральный портал оформлены только 4%. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла в ночь на четверг на 1117-м километре железной дороги в районе Зубчининовки на перегоне Смышляевка-Беземянка. По предварительной версии, погибшая переходила пути в неположенном месте. Сейчас транспортная полиция проводит проверку. Управление по защите государственной тайны появилось в правительстве Самарской области. Это ведомство-приемник Департамента общественной защиты. Ранее оно курировало в том числе и вопросы защиты государственной тайны. Управление будет получать финансирование из регионального бюджета. Основными задачами ведомства станет защита государственной тайны, обеспечение специальной документальной связью главы региона, его заместителей и министров. Нетрезвый житель Кенель-Черкасского района заминировал трансформаторную будку. Тревожный звонок поступил в дежурную часть Тимашева. Прибывшие оперативники осмотрели все подстанции, но бомбы не обнаружили. Зато установили, что звонил 20-летний житель села. Во время опроса молодой человек сообщил, что это была шутка, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. По статье «Заведомо ложное сообщение об объекте терроризма» возбуждено уголовное дело. В Самарской области два пенсионера на самодельном снегоходе провалились под лед. ЧП произошло в среду вечером в районе села Ягодное под Тольятти. По данным оперативной службы, мужчины в возрасте 65 и 70 лет возвращались с рыбалки, но снегоход не дотянул до берега и провалился под лед. В результате один из рыбаков полностью промок. Мужчины вызвали спасателей, которые отправились к ним на помощь на аэроглиссере «Патруль». В промышленном районе Самары осудили лже-чернобыльца, который 16 лет незаконно получал социальные пособия. Еще в 2001 году он предъявил специалистам социальной службы заверенную копию бланка полетного задания, согласно которому 24 мая 1986 года мужчина, будучи капитаном воздушного судна, участвовал в операции в Припяти, чего на самом деле не было. В общей сложности за 16 лет ему перечислили 765 тысяч рублей. 60-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Условно. В состав народной дружины войдут женщины. С таким предложением к начальнику полицейского главка обратились представители общественного совета. На заседании они обсуждали самые насущные вопросы работы правоохранительных органов. За работой совета наблюдал Олег Зверев. В состав добровольных народных дружин, возможно, войдут женщины. Этот вопрос был поставлен на расширенном заседании общественного совета при областном главке. Пока в народной полиции только мужчины, но и слабый пол тоже рвется на защиту общественного порядка. Тем более, что в советские времена улицы патрулировали и те, и другие. Ну, в целом, если, как вы говорите, такие боевые есть женщины, и с таким серьезным желанием, намерением, я думаю, мы посмотрим. По мнению участников общественного совета, присутствие женщин в команде ДНД будет способствовать психологическому разрешению конфликтов. Тем более, что ситуация на вечерних улицах спокойнее не становится, а общественный совет при главном управлении МВД России как раз и создан для того, чтобы ставить народные вопросы перед руководством полиции. 26 числа состоялось мероприятие, наверное, слышали о сквере Пушкина. Категория молодых людей там была. Есть ли какая-то статистика, кто присутствовал там, и откуда все это пошло? Большинство участников, к сожалению, мы константируем, это молодые люди, учащиеся средних школ. Четверо было несовершеннолетних школьники города Самары. Когда это учащиеся техникум, колледжи, вузов, педагоги, родители должны все-таки работать, чтобы люди понимали, куда мы идем и к чему мы можем прийти. Какие последствия? Яркий пример – это Украина. Когда молодые люди, вот ведомые там, по сути-то, ложными лозунгами, выходят и раскачивают политическую обстановку в стране. И к чему это приводит? К развалу страны. И на этом же заседании была озвучена инициатива. Общественный совет при самарской полиции планирует провести в Самаре встречу таких же представителей общественности из других регионов Приворского федерального округа. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. 1 апреля по всей стране стартует призывная кампания 2017. Сегодня о готовности принять самарских новобранцев отчитались председатели городских и районных призывных комиссий. Как отметил областной военный комиссар, в этом году ряды вооруженных сил от Крыма до Владивостока пополнят 3,5 тысячи самарцев. Эта цифра на уровне прошлого года. Генерал-майор Александр Даньшин напомнил об особых условиях призыва действующих и бывших студентов. Эти правила появились еще во время прошлогодней призывной кампании. Если раньше 20-летних юношей, которые обучались в техникум, мы призывали, то сейчас принято решение, им дается возможность учиться. Кроме всего прочего, всем призывникам с высшим образованием на призывной комиссии будет предоставлено право выбирать либо год проходить службу по призыву, либо два по контракту. Самарские дзюдоисты добились успеха на первенстве страны. Мужчины положили в копилку сборной две медали. Новости спорта с Сергеем Кизоркиным продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре пройдут соревнования по чирлидингу. Футбольная весна стартовала в Самаре. Самарский дзюдоист завоевал золото на первенстве страны. Самарские дзюдоисты принесли сборной региона две медали на первенстве России. В Кемерово удача улыбнулась Арману Адамяну. В весовой категории 100 килограммов он стал чемпионом. В финале спортсмен поборол соперника из Алании Сослана и Коева. Другой Самарский дзюдоист Армен Тавмасян в категории до 90 килограммов занял третье место. В малом финале он был сильнее Ильдара Аллахвердиева из Тюмени. Новый городской турнир «Футбольная весна» стартовал на стадионе «Металлург». На тренировочном поле за призы в мастерстве соревнуются десятилетние спортсмены. Какие команды победят – Акрон, Виктория, Самара, 9-я школа Олимпийского резерва или Центр подготовки футболистов – станет известно в пятницу. Организовал футбольную весну в Самаре нападающий крыльев Советов Сергей Корнеленко. Группы поддержки спортивных команд определяют лучших на открытом первенстве и чемпионате Самарской области. Турнир пройдет в Грации в субботу. Первые поединки намечены на 13.00. В соревнованиях примут участие более 50 физкультурных коллективов. Чирлидинг – самостоятельный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу, танцев, акробатики и гимнастики. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова